Добрый день, суток! Программа Всесад. Наступило лето, все цветет, начинаются плоды, но с хорошим приходит и плохое. У растения самый настоящий хлороз. Листик начинает желтеть, прожилки вот здесь вот. Нехватка магния, это магниевый хлороз. Сульфат магния, 20 грамм на 10 литров воды под корень. Через 5 дней сульфат магния, 20 грамм на 10 литров воды, опрыскивание по листу. Одной обработкой не обойтись, растению нужно помочь. Вот здесь вот магниевый хлороз, а если пройти подальше, то вот здесь вот у нас начался вирусный хлороз. Это гораздо сложнее лечиться. Чтобы вылечить вирусный хлороз, нужно обязательно работать фунгицидами. Можно биологическими, можно химическими, кто к кому привык. Я работаю с биологией, поэтому здесь элементарно говорю. Бакаши, БТУ, они все помогут нам, но это нужно делать в течение месяца. Бакаши ты вносишь один раз, а биофунгицидами работаем раз в 5 дней. Если вам дорог куст, спасаем. Если нет, то он вас покинет. А как понять, что это вирусный хлороз? По листве? Конечно, по листу только. И все, здесь больше ты никак не поймешь. Вот это обычный хлороз, а это вирусный хлороз. Вот она яблони. У нее тоже хлороз. И тоже вирусный. Вообще, вы когда-нибудь видели у яблони вот такие листья? Здесь поступаем то же самое, как и со смородиной. Нужно будет в течение лета спасать ее. Если не хотите спасать, то топор. Если есть желание, еще раз объясню. Сюда у нас идут живые бактерии, однозначно, под корень. Бакаши, они хорошо помогают. Они разлагают и разлагаются в земле, плюс очищают. Это как почва-улучшитель идет. По листве, по веточкам, по всем работаем биологией. Можно использовать БТУ, можно использовать Байкал. Вот такие вот препараты. Однозначно. Но с интервалом 5 дней. Если наступит жара, прежде чем обработать по стволу, по листве, нужно делать душ. После 5-6 часов, если нет яркого солнца, сначала делаешь душ. Вода 40-45 градусов. Обливаешь ее сверху. И уже после этого начинаем работать биопрепаратами. Заливаем. Также под корень, также по стволу, по листве. Под корень что наливаем? Тоже Байкал, да, БТУ, который оздоровитель почвы. Вот эти вот все. Оздоравливается почва. Можно использовать также японские препараты. Это топуджин. Он хорошо работает против вот этих вот болезней. Но он более дорогой. Поэтому не каждый может себе позволить. На это дерево, извини, нужно вылить 10 литров. Это ценник 500 рублей. Это не одна обработка. Это 5-6-7 обработок. Только тогда. Вирусный хлороз, он разносится, видимо, насекомыми. Насекомые прилетели, принесли. У дерева была травма. Попало. И пошел процесс. Вот именно вот эти заболевания. А от яблони, наверное, вирус перешел на смородину. Конечно. И если дальше, посмотри, оно как идет полосой. Вот она, полоса пошла. Все. Но обрабатывать есть смысл? Результат будет? Конечно. Если ты хочешь сохранить яблоню, то это, да, реально это можно спасти. Но это не надо лениться. Плюс обработка от вредителей. Чтобы ее еще и вредители не подъедали. Чтобы она не тратила силы вот именно на то, что ее жрут. Тля, листоверки, плодожорки, чтобы ее не сожрали. Возвращаемся к прошлой программе. Это мовента. Мовента. 2 мл на 4 литра воды и опрыскивание. Желательно слипосамом. Прилипатель. Любой. В общем, если сделать обработку, и смородина, и яблоки будут. Они реально будут. Она не скидывает. Видишь, она завязывает? Вот. Если ее поспасать, то все нормально будет. Она родит нормальный урожай. На этом наша программа заканчивается. Все в сад. Пока-пока.